В Гуанчжоу сегодня стартовало заседание Китайско-российской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Российскую делегацию возглавляет вице-премьер Ольга Голодец, китайский заместитель председателя Госсовета КНР Лю Яньдун. В течение двух дней они обсудят совместные проекты. Один из них китайско-российский студенческий бизнес-инкубатор. Его участники также приехали в Гуанчжоу. За встречами следит наша съемочная группа. Центр провинции Гуандун, южный китайский город Гуанчжоу. В гостинице Дунфан готовятся к встрече гостей. Красная дорожка и последние инструкции для персонала. Безопасность на высшем уровне. Это уже 18-е по счету заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Стороны работают сразу над несколькими проектами. Так, в июле этого года президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали соглашение о государственной поддержке бизнес-инкубаторов для молодых предпринимателей. Их задача – совместными усилиями разрабатывать бизнес-проекты. В Гуанчжоу собрались представители российско-китайского студенческого бизнес-инкубатора и китайские стартаперы. Сибиряки Алексей и Павел попали в инкубатор с проектом по деревопереработке. Теперь работать с Китаем молодым бизнесменам будет гораздо легче. Помощь от государства очень огромная. Нам помогают находить бизнес-партнеров, надежных в первую очередь, что, несомненно, очень важно для развития нашего бизнеса на территории КНР. Одна из главных задач бизнес-инкубатора – связать деловые сообщества двух государств и на практике научить предпринимателей одной страны работать с бизнесменами другой. Например, россиянам необходимо знать основы китайского делового этикета. Это во всех сферах, как в бизнесе, как в малом бизнесе, как и в крупных корпорациях. Допустим, буквально сидят люди за обедом. И такая мелочь, как кто где сидит, это тоже является очень важным. Человек, который сидит напротив двери, он является самым главным. То есть это показывает его статус. Мы были в Омске, где уже работает бизнес-инкубатор на базе двух омских университетов. Мы им представляли китайский город Синдао. В проектах участвовали самые разные из области IT, медицины, сельского хозяйства, экологии. В итоге мы заключили 16 соглашений о сотрудничестве. Участники Российско-Китайской комиссии подвели итоги сотрудничества и заключили 8 новых соглашений в сфере кино, медицины, туризма, молодежных проектов и образования. Свою работу стороны, представляющие две страны на высоком уровне, назвали успешной. Мы провели долгие переговоры и анализы для того, чтобы в России сначала в пилотном режиме открыть центр китайской народной медицины. Это состоялось. Очень долго шли переговоры по новому телеканалу «Катюша» здесь, в Китае. И теперь, до конца года, новый телеканал «Катюша» начнет свое вещание. Мы плодотворно сотрудничаем. Об этом говорит Третья Российско-Китайская университета в Шэнчжэне, культурные и спортивные фестивали, проект бизнес-инкубаторов, взаимодействие в области медицинных катастроф. Комиссии уже 18 лет, и я принимаю в ней участие в 10 раз. Можно сказать, отношения между нашими странами выходят на новый излили этап и становятся эталоном сотрудничества двух держав. Уже второй год Китай и Россия проводят мероприятия по обмену между СМИ. В списке 227 событий на территории обеих стран, которые постепенно реализуются. Василиса Лукашевич, Сими, Ли Цюньцэ, Си Цютьян.